И, Боже, помилуй нас. Батерю, прииди вселисяны и очистины от всяких скрепных, и спаси блажей души наши. Батерю, прииди вселисяны и очистины от всяких скрепных, и спаси блажей души наши. Батерю, прииди вселисяны и очистины от всяких скрепных, и спаси блажей души наши. Батерю, прииди вселисяны и очистины от всяких скрепных, и спаси блажей души наши. Господом будет хвалиться душа моя, услышать кровки и возвеселяться. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал зор к Нему, те просвещали, селиться их не постыдятся. Все нищего звал, и Господь услышал, и спас Его от всех бед Его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Кусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. С кем не бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свой от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его, хлоплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить земли память о них. Взывает праведный Господь, слышит и от всех скорбей их, избавляет их. Близок Господь сокрушенным сердцем и смиренным духом спасен. Много скорбей управит на Дом, и от всех их избавит Его Господь. Он хранит все кости Его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника злой, ненавидящая, праведного погибну. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Богу, имени и пресно, и вовеки веку они. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Боже, Господи Иисусе Христе Божий наш, не спасли на отроков всех Терентия Максима, Марию Екатерину Анастасию, Алексея Александра, Иосифа Никиту, Анну, Вениамина Анастасию Елизавету, Иулиту Иеремию Анфису, Василису Таисию Александра Николая, На отроков всех премудрость Духа, Духа Разума, отверзи их ум и уста, И просвети их сердца к принятию и наказанию добрых учений. Господи Боже наш, садив сердца их начало премудрости, страх Твой Божественный. Господи Боже наш, дабы приняли они и разумели, и памятовали О всем добром и душеполезном учении. Тебе же слава Иисусу, Христу Господу Богу нашему, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Благословен Иисус Христе Божий наш, и же премудрых ладцы явлей, Низ по славы Духа Святого, и теми уловли вселенную человека любче слава Тебе. От Марка, Святого Евангелия, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. И приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него, и, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Честнейшую хирургимы, славнейшую, без сравнения с теракин, безыстрения Бога, Слово, родшую, сущую, Богородицу Тебе, величайен. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу имени и пресна и во веки вековами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи Иисусе Христе Божий наш, молитвами пречествия Твоей Матери, святых славных и всех хвальных апостолов, и всех святых, помилуй и спаси нас, ибо Ты благо человека любец. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, будь милостив, помилуй грешному. Создава меня, Господи, помилуй меня. Бесчестна согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй и благослови. С праздником. Стойте, стойте. Тебе, это дисплеер. Я могу сказать, что это условный этап. В разные страны, в разное время отмечается и Новый год. Сегодня корабль открывается от прорезов. Кто жил в портовых городах, знает, когда корабль отходит. Все родственники, дети собираются с пирса, машут и желают возвращения. Дети приходят со святами. Соскучились. А потом будут ждать, когда кончится год. Вернете семьи, теми же, или с богатством, или хуже, зависит в основном от учителей. У нас в стране учителя совершенно не на своем месте стоят. Как пишут черники Зайдматов, всегда учителя пользовались особым почетом и уважением. К ним обращались за советом. Первый учитель, конечно, сам Господь, Бог и Егор. Он в раю учит человека. Что можно, что нельзя. Вот главное, чему должны учить учителя. Правое и левое научите отличать. Добро и зло. Благословение и проклятие. Если они этого не будут знать, а все остальное будут знать. Это пустое. Недавно почивший Александр Исаевич Солженицын всю свою идею вложил в сбережение народа, чтобы поставить Россию нравственную. А далее добавляют, а если не нравственная, то не нужна никакая. Пусть она вся исчезнет, вымрет вся. И пусть добрые люди, мусульмане и китайцы живут здесь. Это один или самый гениальный человек 20-го столетия. Он пришел к этому через Библию. Он говорит, я еще в детстве слышал от стариков. Они говорили, вот какая беда, как ведет себя молодежь. Это все от того, что люди забыли Бога. Что бы ни случилось, убийство забыли Бога. Депутаты нас, компания, забыли Бога. Президент не сдает грабительские законы. Забыли Бога. Ветераны ходят чуть не по помойкам. Выходили по помойкам. Сегодня начинается день. И будет не вечер один, Бог знает. Видите, здесь верующие поселения. И однако не все родители. Я сколько не добивался, не мог взять. Под разными причинами, даже если пришли. Вы вспомните, когда захват случился в Беслане. Родители вместе с учениками страдали и мучились. До дистанции. Южные народы, они вкладывают все в детей. Они понимают, что это такое. Сегодня, говорят, страна сбилась. Нет рождаемости. И начинают перечислять Южные республики. Самая высокая рождаемость. Разводов нет, практически нет. Пьянства практически нет. И миллиард мусульман живут по этим законам. Все в законе Божьем. И когда Господь выводил свой и страдавшийся народ из Египта, Он сразу же дает им закон. Без закона все это беззаконники будут. Это новые блудницы вырастут. Это новые преступники. Это воры. Вот это самые стоят сейчас здесь. Если они не будут верить в Бога. Сегодня большее число людей в тюрьмах сидят за воровство. Безнравственность. В 13-14 лет девочки на 80% уже женщины. Это сегодняшняя статистика. Притом не полная. Далеко не полная. Иногда говорят, в разы надо умножать все это. А у мусульмана так. Она не девушка. Значит она погибла. Отец собственными руками задушит ее. Как надо детей беречь. В Израиле было так. Мы дали замуж. Брачная ночь кончилась. Не девушка. Дверя в отца подведите и убейте. Не имели права ее выпускать живой. Чтоб зараза не распространялась. Так учитесь в нравственности. Моисей отходя из этой жизни. Передал образные правления Иисусу Новину. Книга Новина 1.8. И сразу говорится. Даю вам книгу закона. Поучайся мне день и ночь. Дабы в точности исполни. И будешь благоуспешен в делах твоих. Салом 1. Они ничего не успеют дети сделать в жизни своей. И они не поймут для чего живут. Сегодня прошли по стране с таким вопросом. А для чего вообще ты родился? Ты задумался или нет? Примерно 60% ответили. Задумались. Остальные иногда. И только 6% совсем не задумались. Ну живой живу как животное. У каждого треугольник. Холодильник, телевизор, туалет. Больше ничего нет. Если нет впереди Царства Небесного. За гробом ничего нет. Не выгодно быть нравственным. Не нужна никакая Россия. Хватай по волчь. Ешь. Дави ближнего. Ваша задача учителей. Детей привезти ко Христу. Сегодня читали. Христос не сказал. Приводите детей к олимпиадам. Математическим, физическим. Опустите детей ко мне. Ко Христу. Сегодня можем прийти через закон. Святую Библию. У кого нет Евангелия. Подадите сейчас. Мы бесплатно вам дадим. Новые заветы. Чтоб в каждом доме был новый завет. Где в Священном Писании. Дом делается не заступлен для дьявола. Говорит Златоус. Хотя не очень его доверен. Там может и вянцовый. Но однако. Надо чтобы Библия была в сердце. Когда Господь избрал 12 учеников. Наступила новая эра. Он посылает их. И дал определенную задачу. Идите научите все народы. Начинать с этого момента надо. Я вам показывал небольшой клип. Как мусульмане учат. Два года девочки. Ну припомните. Ваша девочка или мальчик два года. Что она знала? Он задает ей вопрос. А ради это по форме. Хиджат на ней уже надел. Она ни в брюках, ни без платка не будет. Ей задает 30 богословских вопросов. И она отвечает не задумываясь. Руками маячат. Она показывает. Что, сколько заповедей. Как вести себя. Видно, что сознание. По глазам вину. Поворачивается. Маленький ребенок отвлекается. Она отвечает. Я показываю учителям. Вы можете на эти вопросы ответить? Ну, адекватные вопросы перенесем на христианство. Никто не ответит. В два года. У нас еще лопотать не научится. Да кто же мы против мусульмана? А мусульманство это дальше еще иудейство. А христианство это высшая точка. Высшее христианство на земле ничего нет. Это откровение Божие. Начинайте с молитвы. И заканчивайте с молитвой. Дети падают. Почему сегодня? А вы посмотрите сначала, что у вас здесь есть. Вот эта решетка. Первые инии, они будут падать. У кого резиновые там дорожки сделаны, скользко будут падать, ломать руки. Даже с этого начинается. Если он нарушает дисциплину, не оставляйте без наказания. Он разлагает дисциплину. Ставьте вопрос о подчислении. Не ищите статистики добрые. Это ничего не даст. Я вам рассказывал, как пришлось мне беседовать с человеком, который учился в китайской школе. Кореец. А учитель был японец. А теперь учился в институте иностранных языков. У нас учитель Генкадева такая у него линейка показала. Метровая. В палец примерно толщиной. Положить руки на пальцу. Положили. Голову повернуть можно только на 13 градусов. Мы сидели, целый урок, учились, как голову повернуть. Один градус дальше. Удар линейка по рукам и по шее. Они выросли люди. Первое место в мире занимает нация по обучению. Чтобы на уроке никаких разговоров не было. Не так, чтобы учитель кричал, слушайте, дети. И такое есть. Учитель вышел в полное молчание. Он знает столько, что тебе достаточно, чтобы твою голову наполнить и сердце. Восстановите авторитет учителя. Не будет этого, ничего не будет. Родители никогда при детях об учителе не разговаривают. Авторитет учителя это как авторитет родителей. Все в них. Сошлись на собственный опыт. Вот у меня отец с матерью вместе не кончили полкласса. Было 10 ребятишек. И отец говорил. До смерти буду роптать на родителей, что не отдали его в школу. У него была феноменальнейшая память. Кем бы он был, один Бог знает. В правительстве может быть. Он все помнил десятки лет назад. До одной опцы, до одной коровы, курицы, где что, когда было. Грамоты не было. Он так по слогам до конца и считал сам. Не будете знать, ничего не будете знать. С нами нынче жил человек, который не хотел в школе учиться. Он все забывает. Он ничего не знает. Считаем басни Крылова. Слова, какие он не знает. Я словарю, подложу ему, выписываю. Больше 20 лет. Поезд ушел. Если вы ничего не будете знать, вы не нужны в этом мире будете. Совершенно. Вас задолго. Тем более, сегодня просто жить за счет родителей не удастся. Ты должен пробить себе дорогу. Чем? Знанием. Повторяю, у японцев слова «отстающий» нет и существует. Все до одного учатся. В мире есть нация, у которой нет ни одного человека неграмотной. Не все это знают. Только одна нация в мире. У которой ни одного человека. У нас процент неграмотности бегут, ребятишки там миллионы бегают. Три миллиона, кажется, беспризорные. Еврейская нация. Еврей поможет все абсолютно, чтобы он был грамотным. Он бестолковый. Ему не дано. Видно, что пенек растет. Но ему все равно дипломно будут. Он все равно будет сидеть на своем месте и получать. И поэтому они успели подобрать всю нашу страну к себе. Грамота – это основа. Притом грамота во свете Библии, смотрите. Вам Бог дал верующих учителей. Я много об этом размышлял. Я скажу, я не знаю такой школы больше. У нас в стране, чтобы государственная школа, учителя были все верующие. Которые учат вас, начиная с молитвы. Вы будьте благодарны Богу, что вам Бог позволил здесь учиться. Вы сейчас не понимаете, придет время, когда вы вырастете, и вы поймете, как много вам было дано. И сегодня, начиная школу, вы начинаете свои биографии писать. Никаких лишних разговоров. Я пришел за знаниями. За знаниями. Как образец развития Ломоносова. Как он рвался. Как он пришел. Как он по три класса заканчивал один год, как профессор Елизаров. И кем они стали. Опереди своих учеников. Ты хочешь показать умным? Учи не только по программе. Учитель созлался на книгу. На ней эту книгу прочитает. И чтобы у каждого был Новый Завет. Хотя бы одно Евангелие от Яна. Каждому ребенку мы готовы подарить. Конечно, кто желает. Мы не настаиваем. И пусть Господь сегодня вас благословит, как Климент Ахриский, который сам организовал школу, где было три тысячи учеников. Сегодня школа закрывается меньше двухсот человек. Мы вчера только об этом разговаривали с директором Дома культуры. А у нас в Новом Севгорске учеников, это благодаря нашему знакомству, краевой администрацией, до Москвы дошли, чтобы такую маленькую школу сохранили. Сегодня возле Зенатова. Цените это. Если вас школу здесь закроют, а это главная артерия, которую перерезали, когда закрывали деревни. Открыли, держитесь, благодарите. И за учителей молитесь. Чтобы они не потеряли терпение. У меня нынче были дети непослушные в лагере. Первый раз воспитатели сказали, хочется все оставить и уйти. Настолько непослушные, настолько дети зловредные. Одной минутой нельзя оставить их, они обязательно какую-то пакость сделают. Друг другу при этом пакость сделают. Такое, которое я даже не слышал и не знал. Деградация детей настолько стремительна. И от 37 лет площадь в лагере я могу по статистике показать. Это как будто другое государство. Что телевидение? Главный враг компьютерной игры. Это хуже наркомании сегодня пишут. А уже дети некоторые погрузились в это. Родители, вырвите их от этого, из плена телевизионного. Дайте им настоящий отдых. Расписание. Чтобы они могли на свежем воздухе отдыхать. И обязательно по благословению уходите в школу, перекреститесь. Благословитесь у родителей. Я желаю вам благословения. От Бога, щит и от учителей. Аминь. Спасибо. 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 Продолжение следует...